Это, все право, Анжела Телеслина. Я начну Вас как Распадет, которая Вас так давно мечтала взять интервью, все время никому другому не словались, но я от Вас наконец-то нашла. Спасибо. У нас рубрика «Режим дня», там, где наши самые любимые актеры, актрисы рассказывают, как проходит день, может, читайте, что-то из этого для себя почерпнуло. И вот, стандартные вопросы, подъем во сколько у Вас обычно бывает? Ну, в основном, в 9-10 утра. Либо в 9, либо в 10. Нормально? Ну, это не рано, да, довольно? Нормально. Ну, и не поздно, это красота и середина. Так, зарядка делаете какой-нибудь? Нет, я занимаюсь йогой. Вот. А то как, насколько продвинуто? Ну, уже больше пяти лет, поэтому уже просто организм привык и не может без этого. Сначала до, это все до завтрака происходит. Сначала выпиваю воду с лимоном, потом иду в зал тренироваться. У меня дома тренажерный зал. Начинаю все с дыхательной гимнастики и потом перехожу к йоге. Потом, если есть еще чуть больше времени, то у меня еще там станок, еще могу немножко станок сделать. Здорово. Что обычно едите на завтрак? По-разному, но в основном, больше всего люблю йогурт и творог, что-нибудь такое, сырники. Ну, все полезно. Так, и вот полезный труд, это вот что-то делать или подобное своими руками? Может быть, там, мыть посуду, стирать, там, это чем-то? Нет, я работаю, поэтому полезный труд, это, ну, непозволительная роскошь для меня. Этим занимается домработница. Ну да, а вы зато меня зарабатываете. Так, что любите поесть на обед? На обед, ну, стараюсь есть первое и какой-нибудь салатик легкий, либо с курочкой, либо с трансоном. В свободное время что любите делать, если выпадает? У меня не бывает свободного времени, я работаю без выходных. Чтение, вот что любите читать? Может быть, что последнее прочитали? Вы знаете, я редко могу себе позволить что-то почитать для души. Но последнее, что я могла себе позволить, это книгу моего друга, гениального совершенно артиста Юры Стоянова «Игра в городки». Но это было летом, когда у меня был отпуск, и я могла себе позволить доставить себе удовольствие. А в основном я читаю только то, что нужно. Это вот такая стопка пьес. Поскольку я художественный руководитель Моктюза, я должна читать пьесы, которые мне предлагают для постановки в театр все время. И еще пьесы, потому что в театре мне Вахтангова играть. Да. Ну, мы все про вас знаем. Так, и еще два вопроса. Вот что любите есть на ужин, если ужинаете? Ну, что-нибудь легкое, вот какой-нибудь совсем-совсем легкий салат, и после семи я не ужинаю вообще. Угу. И во сколько у вас отбой? Отбой, к сожалению, поздно, потому что живу за городом, и спектакли, пока приедешь домой, пока с мужем обсудишь с детьми какие-то дела, проблемы. В общем, где-то раньше часа не получается. Час-два. Я вот смотрю, у вас вся еда такая довольно, ну, не калорийная, легкая в течение дня. Откуда же столько энергии берете, чтобы так работать по всем фронталам? Не знаю, ну почему я могу в обед и рыбу съесть на гриле, и, не знаю, и курочку могу съесть какую-нибудь. Ну, поэтому у вас такая фигура, и талоны просто обалдеть. Главное не есть после семи. Это интервальная диета, вот, и завтракаю я не раньше одиннадцати, то есть шестнадцать часов должно пройти. А, да, да, это вот эти вот недавние будешь такая. Вот и все. Вот я пять килограмм скрыла за последние три недели. А какой сейчас вес, если не секрет? Такой, как было всю жизнь. Вот я вернулась к своему весу, и мне в нем очень комфортно, пятьдесят четыре килограмма. Доброе. А рост при этом? Медр шестьдесят восемь. Ну, это, там же нужно рост на 110, сейчас вам можно пятьдесят восемь, а у вас даже меньше. Вот мне, когда я была пятьдесят восемь, это было очень много, я не могла. Не, ну вы выглядите потрясающе. Спасибо. Будем к вам стараться стремиться. Нуночка, если можно, еще одна небольшая рубрика, перемотка, там еще меньше вопросов, всего пять, они очень приятные. Ну, вы можете отвечать очень.